привет ален привет пограничный художник и психолог слушали вот заканчиваю шедевр делать теперь скажи мне пожалуйста я у всех друзей спрашиваю тем более у тебя должен спросить ничего подправить это я знаю как вкусно пахнут как вкусно пахнут цветочки но я знаю я знаю где чего подправить надо не подправить а добавить вот я вижу что он сомбрери вам только стоит окантовать ее вот так и как будто цветная сомбрера у него как будто он мексиканский и скрипать вот а может быть скрипачка ну вы кого пишите там скрипача или скрипачку у меня это было и скрипачка в первой версии ты же видел первую версию картины 2 версия скрипачка было больше никак не мог с рукой справиться потом я делал делал потом у нас получился скрипач потом у меня была дарья психиатр коллега моя ученица по ключу и мы с ней вместе рисовали и получилось цветок здесь у нее было красный далее прорисовала потом я когда начал доделывать опять все стал менять и потому что я когда что-то меняю у меня все целом менять надо вот так бывает но болезнь художников некоторых добиваться совершенства нет нет некоторых нет у меня есть новелла таска по использованию картине читал же ты знаешь она у меня там прозеру там прозеру кто хочет может почитать но в данном случае мне написали что все замечательно все замечательно но приятница моя одна написала что плечо надо сделать тоньше все остальное вроде хорошо плечо надо сделать тоньше как бы забирает много внимания или нет или как ты считаешь я сейчас про голубной убор у вас есть два варианта уже предложенных один от федора красная я тебе сказал уже чем предложил я читал да ты сказал и я читал и однако написал красную красную второй вариант сомбреера испанская ну вот сейчас еще будут варианты да а про плечо может быть конечно почему нет а может быть как вам виднее к чему вы придете вы же автор а правильный завершиваю принимаю решение конечно что подсказывает правильно можно и утончить можно и утончить причем да ну конечно она же должна быть или он интеллигентным человеком подожди одну секунду может одну секунду подождать да я жду уже и не одну буквально буквально это такая вещь разительная это такая вещь подожди одну секунду видишь краска краска настоящий акрил такой это на века вот я сейчас делаю на века сейчас это причем подправлю не могу успокоиться пока шедевр не будет захватчик конечно так как же еще замечательно просто вот еще ниже там за уж ты не угол плеча вниз как рука пошла да вот вот там на 10 сантиметров ниже это совсем низко чуть выше чуть выше чуть выше еще вот там за устью да то красота два движения и все порядке красота дает не слишком худенький стал скрипач а вы походите туда-сюда посмотрите потом раз опять на картину надо отойти от толстка чтобы видеть картину с игорь николаевич москрецом вчера запись делали с ядерщиком физиком и там как раз говорили о теореме геделя если ты не видел посмотри очень интересная вчера запись была с остальными вопросами посмотри слушай и так прямо на глазах изменился поэтому это так мы находимся в коллективном разуме я придумал такой формат когда дает совет и вместе создаем шедевры таким образом мы обучаемся сотрудничать синергетически взаимодействовать не конкурентно и не самоутверждаться и слышит только себя а вот вместе что-то создавать это же очень важно наше человечество в этом нуждается потому что это конкуренция она создала кризис и войны потому что каждый старается утвердить себя захватить что-то увеличить что-то вместо сотрудничества синергетического в поиске истины природа же этого требует видите вот мы модель эту сделали коллективный разум и создаем шедевр а какие они будут по стоимости это же не помощь которую мы бесплатно оказываем а картины кто захочет купит как ты думаешь альян сколько может стоить такой шедевр очень много пора уже продавать уже надо организовать наверное онлайн выставку что или как пора придо продавать а то вы все картины опять пока мы не успеем их продать вы их опять переделаете и что такое мы их продать для развития нашей школы человек будущего homo futurus школы человечности чтобы сокращать кризисы на планете чтобы люди могли улучшать свое здоровье путем раскрытия творческих качеств потому что человек по природе творец и когда он себе не позволяет быть творцом у него возникают проблемы у меня все это забили забили заменой на препараты все время по телевизору и никакого развития а на самом деле люди растут смотрят с утра до вечера и считают что больше ничего и нету как только препараты кушать правильно да а йога а цигу на миллионы людей спасались когда ни препаратов не было ни денег ни у кого и так далее а вот сейчас ключ ну конечно к сожалению все все вот эти информационные поля забиты не той не совсем той информации скажем так то что не стреляйте в пианиста он играет как умеет состояние счастья творчество он же включает позитив он включает внутренние аптеки поднимается с устойчивость укрепляет иммунитет делает чеки счастливым и здоровым автоматически состояние человека как вы например сейчас их несмотря ни на какую обстановку я непрерывно помогаю людям и через эти кайф получаю непрерывно я вообще знаю что когда кто-то начинает помогать кому-то сам начинает выздоравливать и мы этим занимаемся друзья наша школа этим занимается и поэтому арен спасибо тебе за позитивную критику ты заметил почему я сердечки ставлю всем когда вот читаю коменты я лично читаю коменты все почему я всегда сердечки ставлю это дань уважения что я прочитал лично но это еще не значит что я согласен с этим мнением но я прочитал лично и думаю и это мне помогает размышлять отвечать на вопросы как раз таки поэтому человека в одиночку ничего сделать не может поэтому мы пишем шедевры все вместе и учимся переживать совместно создавая а не болеть давай до встречи целую чили привет и маленького 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 моему ну правнушку тоже привет давай целую так